мир дома вашего с миром меня андрей зовут ну вы знаете наше правило что на все записывается в интернет выставляется вы не про знаю не против я слушаю пожалуйста ну что такое я бы креститься бы хотел 9 июля подготовка не пропускайте наши занятия молитвенные в я же скилл вам данное это друг друга будем знать присмотримся вы много его знаете чтобы христос воистину был вашим спасителем но там уже где живете-то в германии а пропуска есть в россию у меня гражданство русская есть ну тогда дело другое ну вот так 9 июля я вам дам тут познакомитесь вячеслав семёнов он в казани живет он там команду составляет кто едет и они там уже так едут вместе в казани он живет до или в москве там николай астахов ну то вы увидите москвичи есть тут уже у нас все и еще хотел спросить и если вот креститься вот где-нибудь ну не в потеряевке где-нибудь другом месте где поближе или как как сказать то есть то есть до обманывают в германии у нас был один такой тут и все договорились я говорю значит священник начнет мухлевать обманывать ну договорились а я в озере креститься будут вы его знаете человека этого а я в ролике ваши смотрю я видел вальтер зовут да он принимал крещение в владимиром назвали его теперь ну что сказать то когда начались крещения как говорил так и получилось а ну на него что-то там родные были слишком близко был с родными неверующими или верующий там баптист это и он отошел то есть я не знаю дальше как это только бог знает хороший человек трое ребятишек кажется и вот не выстоял это же борьба родственники начали соглашаться там и борода у него нетронутая что-то из-за жены что платок носить надо платье длинном какой какая беда благочестивые люди они так и были не то что-то разговаривать с мужчиной там интервью какое дает баба и все сиськи вылились а он сидит еще не говорит я даже разговаривать не стал бы с ней такой сразу день платок она сразу заденет нету до свидания я зачем должен смотреть на развратную женщину она должна прилично выглядеть как положено жене послушные я встречаюсь когда надевают даже здесь от по интернету говоришь не в личном побежала одела все говорим а то ничего не сделаешь да нет это вся игра какая-то посты со мной надо вот вы посты то знаете наши русские православные я как я знаю среду и в пятницу есть четыре поста большие посты 66 есть недель и 7 недель перед пасхой ну я вам скину я уже скинул материалки то я вам скидывал есть и когда там будете находить сайт называется сайт не skype а сайт и в сайте как только вы откроете и там первая страница идут книги к истину православия мои книги я автор и вы только влете и заголовок дальше пойдет а заголовок там все что вам надо все абсолютно это описание посты по дням все расписано материал огромный я вас 40 лет собирал на крошкам большую работу вы сделали ну да кроме того у меня за девять лет своих только вышло 38 томов книг каждый том 752 страницы даже вообразить невозможно 38 там я отвечаю на тысячи вопросов больше тысячи проповедей я в университетах вел занятия и сохранились эти вопросы там записывали их а потом уже перевели на клавиатуру ворде а их выставляют все время разные люди в интернете у меня отдельно стихи стихи четыре тома каждый то 800 страниц на бумажном ряде я только в электронике и каждый год и вывод их и хотите издать стихи стихи то я бы издал но дорого все вывод их и хотели издать хотел издать отдельно у меня фотографии прибыли приготовлены все но просто сцены подскочили почти в три раза потому что бумага не издается ли лес продают миллионы кубометров китая а китай теперь делает бумагу и за какую сцену скажет такой будете брать а усетная бумага это белая такая крепкая на которых фотографии у меня это мелованная бумага у меня не клеены все сшито полное открывание 64 страницы фотографий цветных и особенно сейчас собирают деньги издать трехтомник не я кто-то там друзья собирают это невозможно три тома это экземпляр полное толкование на новый завет пять тысяч двадцать пять миллионов рублей стоит тоже с ума сойти у меня вообще минимальная пенсия ну конечно готовят около трех тысяч поправок сделали третье издание будет такого 2000 лет не было никогда чтобы весь новый завет и с полным толкованием и мало того еще густаво даре гравюры раскрасили мы сами 230 гравюр и 10 классе по 40 страниц в каждом томе я-то я-то сам тоже с алтайского края вот как я сказал ошибся и по 40 а по 80 страниц светных фотографий в каждом томе трижды 824 240 ну то есть серьезно сделано сейчас корректоры заново проверяли где букву ей стоит там ее поставили моё а везде пишет мои и вот так алтай где вы были на алтайах славгороди ну славгород это за нас мимо нас едет поезда там славгород но я там родился вот как а как же вы оказались сам в германии то но я хотел уехать сюда и вот 9 числа 12 лет было вы по-немецки разговариваете ну да новосты тамошние могут отличить чтобы не природный немец ну они отличают я-то дома не разговаривал дома разговаривали родители для всем на проверку даю одно предложение вот и вы разговариваете на любую тему я на немецком город думали по не так хорошо в школе не было иностранного языка никакого и я не знал что можно изучить я за шесть месяцев овладел немецким языком проповеди говорил у них вот есть я люблю птиц вот коршун поймал я поймал суслика но ястреб отобрал вот перейдите не смогу коршу на то объект а ястреб гаяр а вот я буду говорить сейчас предложение сообразите что за год год это вебина в библии это вебина в библии празднование в библии в исполнении но это предложение из библии и так, но я постепенно в нескольких это предложение из библии ключевые в ночь что у бога был сын да единородный айн гиборнен а в тасс али дианин глаубен них verloren верден зонда андас эвике лебен хам вы лучше меня разговаривать на нет я уже все забыл я любитель была потом занялся английским за четыре месяца я вышел на разговор а в латвию приехал где три с половиной я даже не знал что это можно изучить или как самостоятельно но как-то бог то все делал да вот давал возможности постигнул я учился в мореходном училище по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков сдать все предметы с выходом за границу и в это время меня господь остановил я уверовал а уверовал дышит у нас в деревне когда началась война эти были переселяли целые нации и немцев суда эрлих вы их как перевести серьезный все честный честный эрлих серьезно маур лида маур а маур маура зону маур да каменчик поможет да стена там а у раза это фамилии какие были старший сын у него да вот я учился с ним его артур звать хорошие ребята были хорошие просто и у них яков севастьянович отец был у нас как садоводом пасечником кажется кроме того марки маркетан был это скотину заколоть там или подкастрировать ну такие работящие мне это всегда нравилось у нас германии близкие люди когда мы в европе благовествовали ездили то в германии было ставка город зоны берг зоны берг я не знаю а где это зоны берг ну недалеко от нюрнберга нюрнберг да где судили немецких начальников поверх повешали получается ну да мы возле карл суруя живем так это рядом рядом какой город карл суруя море далеко от вас далеко далеко кажется рядом франция я знаю мы там колесили испании португалия были я барнауле алтайский край мы проехали до владивостока порт находка а потом прошли там турцию греции италию италию нашли португалии потом скандинавия прибалтика у нас такое было и везде мы в библиотеке дарили 38 томов моих книг нам это обошлось 35 миллионов рублей вы долго конечно для нас него невыносимо все это люди помогали в ватикане были я обоим папам бенедикту и франциску подарил там трехтомников там были добыли были мы много были много наверное тысячи выступлений было но только посетили где-то 650 мест 650 это вообще когда на восток шли у нас получилось 13 дней ушло каждый день мы проходили одна тысяча тридцать километров 5 остановок мы отбой вечером в 10 вечера уже положили ложились спать подъема два часа в два часа и два шофера и 3 и собака с нами хорошо собака ними немецкая называется порода восточноевропейская такие уши стоят немецкая порода да и зовут немец очень хорошо она стала чемпионом россии по защитной караульной службы ложимся спать она у нас на пол привязана там заезд не пробежит мимо она никого не подпустит но у нас полноценный сон был ну говорили там вот где-то как-то а когда мы были в австрии в это время надо гостиницы быть а мы вытащим ящики с книгами то кто-то палатки и полиция едет а в это время собака так как залаяла они повернули от нас уехали а утром то мы и сами уже уехали а у нас вот тут и готов был задушить лишь бы только по его было мне очень понравилось нас задержали посчитали что мы наркоманы видимо не там готовились это ну и к себя не участковой там привезли фонариком вот так вот а даже здесь стекло выходит и туда светили потом давай фотографироваться с нами девушка стояла немка и видимо она не стала фотографировать со все время улыбалась стояла мы ехали и один из наших в очках был и он свернул а там обрыв полиция сразу откуда только не взялась а ночью вот это мне нравится что они не лезут но почему так свернули я на карту смотрел и за нами а куда едете мы сказали зоны берт это они телефон дали они сразу созвонились вы кого-то ждете она говорит жду да нигде нету даже приехать и нет он готов у нас полиции задержали их сейчас отпускаем ну и перед нами поехал показал где обхода домой приехал фотографии проявили я в это отделение туда полицейский участок направил благодарственное письмо какие хорошие у вас полицейские они ну нравится а там я это в германии было в германии это в австрии это когда собака залаяла они уехали не стали давно в австрии было перед нашей машиной у нас газель она выше намного других машин белая такая перед фотографирует россия путин газель это в германии недалеко за неберга это давно было да уж наверное лет пять назад это уже последнее миссионерское путешествие было у нас кажется пять лет мы ездили это 2017 году да где-то нет где-то так примерно ну может даже побольше чуть мы поэтому в германии в одном месте всегда останавливались наши люди которые наши здесь жили вы она замуж вышла за немца и теперь там но уже разошлись она одна живет с дочерями на память двух дочерей оставил и я бы хотел у вас еще спросить у меня вот какое-то такое не стеснение а стесняюсь я да вот веры как бы так и я не знаю ну как то так веры не стесняйтесь наоборот афишируйте пусть люди знают в этом погибельном обществе есть посланники божьи божьи бери евангелие на немецком языке давай считать никогда сохрани бог а то боятся с нами бог сами господь сотворивший мир и мы коротенько жизнь вот я никогда не думал что даже у меня 83 года я знаю но и как бы я боялся так меня протащили по пяти тюрьмам лагеря меня звучали то там все так было 26 лет я считаю ни на чем крепкая вера у вас крепкая к как так и должно быть я всем свидетельствую двери открыты камеры охранники стоят слушают каждый день у меня разбит был примерно 5 6 каждое счастье молюсь я примерно по часу по полтора а вечером с 8 до 10 я проповедую в камерах это бог делает так а другие там мне еще другие то я знаю как надо господь говорит у меня постыдится в веки всем развратным того я постыжусь перед отцом небесным это я вот поэтому я и это знаю вот это вот вот это вот написание и это как-то чтобы во мне этого не было баден-баден город знаете такой знаю я там был там храм большой стоит православный вот и вот короткое время у нас зарубежная церковь был марк арнт фамилия его мы молились он как перенослеситель был короткое время сейчас избрали николая я в том году там был я почитал в интернете что там церковь есть мы поехали или даже как бы не соврать может даже в этом году был и мы думали креститься конечно договариваться надо и мы поехали сперва одну церковь нашли но она такая маленькая была это баден-баден был ну мы зашли а тогда же еще в масках везде надо было ходить и я как-то не ну для меня как бы в маске в церковь заходить для меня это как-то не не хорошо не могу так и мы заходили в одну церковь она по моему маска московского патриархата бог мы спросили мы спросили они крестят неполном погружении это безобразие крещение только полы что я все тело было в воде вот у нас крестят когда все видели как священник заходит в воду и по одному белых одеждах сходят люди трижды во имя отца аминь и сына аминь и духа святого аминь 50 апостольское правило и вот нам этот священник говорит есть рядом еще одна церковь мы туда сходили ну они крестят полным вроде как погружением но у них какой-то там чан или чего я не знаю ну бывает тут большая как сейчас я большой то полно погружая называется баптистерий вот у них можно да ну если полное погружение почему же нельзя православное крещение по-немецки знаете как ну тогда немножко таухан таухан это погружать погружать не поливать а погружать а так это обман да и деньги никогда не платите за крещение этого нельзя делать потом скажите я десятину нужно будет я заплачу но с крещением не связанности крещение за деньги она недействительная об этом патриарх алексей 2 говорил но слышал вот так вот сразу к нашему обществу сейчас прилагайтесь прочитайте чтобы вас приняли и главное сидите а я уже там а уже там ну да и молитесь и нигде не вылазь и набирайся в ума разума не спорь ни с кем ничего нету там вячеслав или николай все спросят про себя ответьте на этом конец а то не успеет прийти начинает что-то учить а и ничего не знает поэтому бывают и неприятности у нас устав выработан здесь все как поступать как надо это хорошо что вы бороду не трогаете безборода это я ее уже и брил это я уже давно как я уже не броюсь наверное полгода не трогайте никогда эту красоту бог дал мужчинам а женщине не дал это ваша власть над женою это верность богу малым так бог сотворил икона посмотрите христос бородой апостола с бородами пророки все до одного у вас наверно времени нет да если вопросов нету я отхожу тогда нету пока ну все с богом благодарю что зашли подойди володя познакомься поближе андрея миллер из германии мир он приветствую володя меня андрей зовут понял андрей означает храбрый храбрый я у вас смотрел на сайте и так получилось моё день рождения прямо на день рождения андрея смоленского вот так бывает я могу скинуть вам сейчас пост на посте и там ага заголовок моей книги к истинному православию а так то все у вас есть там моя биография пытаюсь посты соблюдать да но вот как я так толком они это не знаю я знаю что мясо нельзя мало поняли все написано все написано по дням все отхожу андрей с богом а у фидер зен а у фидер зен